Здравствуйте, я хотела бы вызвать доктора на дом, у меня ребенок заболел. Сопли и кашляет немного, сухой кашель. Температура небольшая, 37,3 последний раз мерила. Ожидать доктора, да? Хорошо, спасибо. У нас Даня заболел, первый раз вот простудился. И хотя вроде бы и выглядит довольно бодро, и симптомы не столь серьезные, но все равно, как лечить такого маленького ребенка, я не знаю. И все-таки решила вызвать доктора. А когда же нужно вызвать доктора? Ну, на самом деле, если у пациента, у ребенка просто легкие симптомы ОРВИ, минимальный наспорт, минимальный кашель, и это его не беспокоит, если нет температуры высокой, то можно теоретически подождать. Какое-то время. Если же это продолжается долго, предположим, наспорт больше 3-4 дней, или кашель затягивается, или пациент задыхается, или высокая температура, или плохой аппетит, что-то беспокоит, то это, конечно, легче позвать врача, чтобы понять, что происходит с ребенком. Считается, чтобы облегчить болезнь, больной должен дышать влажным прохладным воздухом, чтобы слизистая носа и гортани не пересыхала. Поэтому я уже проветрила помещение, и сейчас хочу увеличить влажность воздуха. По норме больной ОРВИ должен дышать воздухом влажностью в 70%. Конечно, в отопительный сезон влажность намного ниже, поэтому обязательно нужно увлажнить воздух специальными увлажнителями, а если их нет, взять обычное мокрое полотенце, да, вот такое, миску с водой, полотенце повесить на батарею, а миску поставить рядом. Так, а что касается увлажнения. Вообще, если честно, по жизни дети, да и взрослые люди должны дышать слегка прохладным увлажненным воздухом. Если уже пациент заболел, если у ребенка насморк, кашель, конечно, ему нужен свежий воздух, потому что у него затруднено дыхание, значит, ему потребуется просто больше кислорода, чтобы нормально себя чувствовать. Если у ребенка температура, не надо его одевать во 100 одежек. Вообще, температура бывает двух видов, белая и розовая. Если розовая, то есть весь ребенок розовый, кожа горячая, тогда можно его раздеть и, наоборот, обтереть водой. Если же у него руки-ноги ледяные, тогда, может быть, нужно действительно его одеть, потому что у него озноб может быть у этого ребенка. И можно дать ножку, если ребенку 2 года, я говорю, четвертинку ножки, чтобы расширить сосуды, чтобы была лучшая теплоотдача. Носик. Пока доктор не приехал, я все-таки решила промыть Даней нос солевым раствором. По инструкции его можно использовать в нашем возрасте и даже для профилактики, поэтому я смело им воспользовалась. Сосудосуживающие препараты не рискнула использовать, потому что слышала, что они могут быть опасны. Ну и, конечно, что может сделать мама для больного ребенка, так это обеспечить его обильным питьем. Данил, держи. Давай попьем с тобой. Молодец. 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 Пей еще. Итак, ну, все правильно. В плане обильного питья, это первая рекомендация любого врача, обильное питье. При любом заболевании практически, ну, где есть температура. Что касается промывания носа различными солевыми растворами. В целом, это безопасно делать в первые несколько дней болезни. Но дальше, если уже больше трех дней болезни, это может быть опасно. Потому что часто так бывает, когда уже слизь из носа зеленеет. Если вы интенсивно ее спрыскиваете обратно в нос, то фактически это частый фактор отита. Нафтезин, конечно же, запрещен до двух лет. Нафтезин и сонарин, это одно и то же. Потому что, бывает даже с одной каплей нафтезина, если ребенку годик, бывает сильное отравление нафтезином. Что касается других сосудослуживающих средств. Если у пациента реально без перерыва еще нос, он не может спать, или у него сильно заложен нос, то, конечно, вы сильно облегчите ему состояние, предположим, ночью, если закапываете тот же самый називин, который разрешен с нуля. Если у ребенка температура больше 38,5 градусов, то однозначно подмышкой ему нужно отдать жаропонижающее средство. Если у него 38, и приемное самочувствие его бодрое, тогда можно подождать. Если 38, но самочувствие плохое, то есть ребенок лежит, ему плохо, тогда, конечно, тоже можно сбивать и такую более низкую температуру. Мы часто именно при братов от кашля видим проблемы. Потому что очень часто реклама очень широкая, у вас кашель, примите лекарство от кашля. В итоге мы усиливаем сухой кашель, что нельзя делать, или наоборот, тормозим мокрый кашель, и в итоге могут быть реально уже проблемы. Так, что у нас тут? Смотри, цветочек, ромашка. Ромашка, у меня же дома есть ромашка, может быть дать ее ребенку? У меня же и мед есть, ведь все больные лечатся медом. Что касается ромашки и меда, это индивидуально, если у ребенка нет аллергии на мед, если у ребенка нет аллергии на ромашку, никаких проблем от этих вещей не будет. Чего-то волшебного во всей этой истории нет, то есть ничего сверхъестественного с ребенком не произойдет. То есть если он болеет, то мед и ромашка его от этого не вылечат, это точно. Да, Даня, угораздило же нас с тобой заболеть. Ну ничего, сейчас выздоровеем и начнем профилактикой заниматься. Согласен? Если ребенку до года, грудное молоко помогает реже болеть ОРВИ. Вообще дети до года болеют реже ОРВИ, если у них нету старших братьев и сестер, потому что никто им не приносит из садика эти самые вирусы. Мыть руки – это очень важный способ профилактики ОРВИ. Здоровый образ жизни, это закаливание, безусловно, которое мы рекомендуем начинать прямо с рождения детей. Это полноценная диета, ну и в некоторых случаях это даже вакцинация. Предположим, если мы возьмем что-то, что такое ОРВИ, то это в том числе грипп. От гриппа можно вакцинироваться. О, доктор пришел. Ну все, пока-пока, пойду дверь открывать. Продолжение следует...